Кто он, человек сей? Глаз его был голосом мужа, вещавшего ангелам, людям и зверям. Во взоре его отражались века, то были очи человека, встретившегося с Богом лицом к лицу. Связанный кровными узами с родной землей и своим народом, он был гоним у себя в Отечестве и последние годы жизни провел на чужбине. Так кто же он, человек сей? Субтитры создавал DimaTorzok Балканы, конец девятнадцатого столетия. Небольшая бедная страна, изнуренная жестокими войнами, недавно освободившаяся от турецкого ига, Сербия стремится в Европу. Перед крестьянской Сербией остров встает вопрос ликвидации неграмотности и дальнейшего неуклонного движения в ногу со временем. В ста километрах к юго-западу от сербской столицы Белграда, на реке Клубаре, лежит местечко Валево. Вчера еще центр мелкого ремесленного производства, сегодня оно уже может похвастаться первыми промышленными предприятиями, железнодорожной веткой, линией электропередачи. В городе открывается гимназия. Впервые устраиваются театральные представления. Деревня Лилич, неподалеку от Валево, на склоне горы Повлен. В самый бурный период сербской истории, непосредственно перед первым и вторым сербским восстаниями, под предводительством Карагеоргия и Милоша, Суда из боснийской серебряницы переселяется в начале 19-го столетия Антоний Анта-Йованнович. Во время борьбы за независимость он выделяется своей любовью к отчизне и Богу и по окончании второго восстания избирается старейшим Валевской нахией под Горины. У Анты было два сына – Сима и Велемир. От них и пошли две ветви единого рода – Симичи и Велемировичи. И здесь тоже Велемировичи. Тут было несколько домов. Покойный Савва Велемирович, потом Новак. Все они были братья и родственники. А вот с этой стороны – Радусавлевичи. Все это было когда-то одно братство. Так считается, поскольку предок-то один. А после уже были два брата. Это дом Владыки Николая. Здесь он родился. Никола Велемирович родился 23 декабря 1880 года по старому стилю. А если по-новому, то 4 января 1881 года. Отцом его был Драгомир, а матерью – Катарина. Оба уроженцы села Лелич. Приходишь, бывало, к ней, к Бабакате. Поздоровываешься, поцелуешь ей руку. Мы ведь все ее уважали. Ее так и звали на селе – Бабаката. Можно сказать про дом Велемировичей, что он был не просто родовым гнездом сельской аристократии, но и местным духовным центром. Накануне воскресного дня, по завершении рабочей седмицей, мы собирались на молитву. Обычно нас всех собирал наш дед, как глава семьи. Часовни в доме не было. В плохую погоду молились в доме, а в хорошую – прямо во дворе, под открытым небом. Звездное небо было для нас куполом храма, ясный месяц – иконою, а наш милый дедушка – священником. Мы осеняли себя крестным знамением и творили молитвы, то опуская очи дону, то поднимая их к звездам небесным. Каждый раз молитва завершалась зимным поклоном и гласным «Амин». Когда сегодня я вспоминаю те наши моления под звездным небом, я ощущаю в себе больше благоговения, сокрушения и мира в душе, нежели ощутил по всем знаменитым храмам Европы и Америки. Воспоминания, связанные с этим периодом, были особенно дороги владыке Николаю. Начальную школу «Маленький Никола» закончил неподалеку от Лелича, в монастыре Челии. Там поп Андрия, настоятель монастыря и известный на всю округу добряк и весельчак, герой турецких войн, учил его любви к Отечеству и рассказывал о славном и нелегком сербском прошлом. Учитель Михайло Ступаревич ни до, ни после не знал лучшего ученика и категорически настаивал, чтобы после начальной школы Никола продолжил обучение в Валевской гимназии. На рубеже веков сербская интеллигенция в основном пополнялась выходцами из села, которые получали образование в городе, одновременно выполняя разную работу в доме состоятельных людей. Так поступали многие друзья Николы. Да и сам он поначалу жил в Валеве на квартире у старой учительницы госпожи Милки Чубанович, которая в юности была первой любовью Милова Нагришича. Она и есть та самая Милка из староградской песни. Да, Сербия была невелика, а мир был и остается тесен. По окончании шести классов Валевской гимназии Никола пытается поступить в военную академию, но безуспешно. Хроническое недоедание, малый объем груди. В результате Никола становится семинаристом, студентом богословско-учительской школы в Белграде. Нет ничего удивительного в том, что юный Никола, подобно многим своим ровесникам, хотел стать военным. Хотя позади был целый век непрерывных войн, Сербию еще только ожидали главные испытания. В 1903 году в Белграде заговорщиками были убиты последний представитель династии Абреновичей, король Александр и его жена королева Драга. На престол взошла династия Карагеоргиевичей, потомки вождя первого сербского восстания. Карагеоргиевичи. Отношения между Сербией и Австро-Венгрией обостряются. Дело доходит до так называемой таможенной войны между двумя государствами. По всем Балканам с каждым днем крепнет движение за объединение южных славян. Никола Велимирович живет в Белграде в тяжелейших материальных условиях, однако заканчивает семинарию в числе лучших учеников. Некоторым подспорьем служит ему участие в распространении христианского вестника и покровительство влиятельного протеерея Алексы Ильича, вокруг которого собирается своеобразный кружок. Участники кружка критикуют негативные явления высшей иерархии и ищут пути решения церковных проблем. Никола пишет и публикует свои первые тексты в христианском вестнике, исполненные юношеского жара и бескомпромиссности. Пусть тот, кто поднимает вопрос о причинах укасания веры и падения нравов, увидит одну из них в самом факте этого своего выступления, и пусть он хорошенько задумается. Мы только обращаем внимание читателей на очевидные вещи, ибо видим в этом свой долг по отношению к церкви, а те, кто несут ответственность, могут и дальше закрывать глаза на неизбежные последствия подобных действий. Согласно тогдашним порядкам, по окончании семинарии Никола должен был сперва поработать учителем. Он получает распределение в родные места, в село Драчич, что в 10 километрах к югу от Валева. В Драчич молодой учитель привез с собой из Белграда не только диплом об окончании семинарии, но и такую тяжелую болезнь, как туберкулез кожи, заработанную в пору полуголодной жизни по сырым и темным углам временного жилья. Врачи рекомендуют ему поехать на море. Пребывание в монастыре Савина и Боке Которской, находившись тогда под властью Австро-Венгрии, нашло отражение в одной из ранних работ. Целой вечности мало мне, чтобы насладиться твоими красотами, о благословенная Бока! Прощай, земная жемчужина, прощай, ты горделивая Савина, белой лебедью, раскинувшая свои крылья у синего моря. Ободряй же и дальше верных чад своих, благороднейших отпрысков рода людского, дабы с верой и надеждой ждали и дождались они того дня, когда сбудутся все наши упования. Продолжая славить всечестное имя Пресвятой Девы Богородицы, до ускори-то на час всеобщей сербской славы, якоже во светлый день монастырской успенской славы. Сербской славы, сербского успеха. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А вскоре Николе было суждено проститься с милой сербией. Какое-то время он еще учительствовал в Лесковицах по соседству с родимым Леличем, когда неожиданно приходит известие о назначении ему стипендии для учебы за границей. Достоверно известно, что такое решение было принято после разговора протоиерея Алексы с только что коронованным монархом, Петром I Карагеоргиевичем. Нам предстоит создавать великую державу, Югославию. Я хотел бы отправить на учебу тех, кому предстоит быть епископами в этой державе. Узнай, кого из молодых можно рекомендовать. И отец Алекса, недолго думая, ответил. Одного я тебе сразу назову. Никола. Никола Элемирович. Когда Никола прибыл в Белград из села, в котором учительствовал, его принял сам король. Поезжай, куда хочешь, изучай, что хочешь. Но знай, что тебе необходимо получить богословское образование, ибо я желаю, чтобы ты после принял монашество. Никола упросил короля повременить с окончательным решением, пока он не взвесит все как следует и не благословится у родителей. И вот Никола получает стипендию и предписание приступить к учебе в Старокатолическом университете в Берне, как наиболее приемлемом учебном заведении для православных студентов. Приличная стипендия позволяла ему совершать поездки за пределы Швейцарии. Он слушал лекции лучших профессоров теологии в различных университетах Германии. Сдав в Берне последние экзамены, Никола защитил там докторскую диссертацию на тему вера апостолов в воскресение Христова как основной догмат апостольской церкви. В 1908 году Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину. Среди сербов, как тех, что оказались под чужеземной властью, так и в королевстве Сербии произошло великое возмущение. Но в тот раз войны удалось избежать. В ту пору Николай был уже в Англии. Он заканчивает философский факультет в Оксфорде, а докторскую диссертацию на тему философия Беркли защищает уже в Женеве на французском языке. Дорогой наш Никола, только что получили твое письмо. Ты пишешь скупо, словно тебя что-то угнетает. Если не знаешь, что делать, то ли учиться дальше готовиться к призамену, то ли оставить учебу, прислушайся, что тебе сердце скажет. А коль у тебя не выходит на стороне, так ты прямо скажи, сколько тебе выслать. Я возьму в альевском банке под залог или сниму с книжки то, что прожило черный день. Других возможностей я не вижу. Твой отец, Драгомир. Наш друг и уважаемый сотрудник, доктор богословия Никола Велимирович, целый год проучившийся в Англии с целью углубления своих теологических знаний, блестяще защитил на днях докторскую диссертацию по философии. В конце этого месяца доктор Велимирович окончательно возвращается на родину. И вот возвращение в Белград. Два диплома, две докторских степени. Между тем, доктор Велимирович встречает, мягко говоря, не самый теплый прием. Чиновники от просвещения и в митрополии не только не спешат распахнуть перед ним все двери, но и не признают его дипломов, заставляя дважды доктора заканчивать седьмой и восьмой класс гимназии и сдавать выпускные экзамены. В этот период Никола в третий раз оказывается на грани жизни и смерти. Первый раз это произошло, когда его еще младенцем пытались похитить разбойники. Второй раз, уже в школьные годы, его чудом спас старшеклассник Сретен Савич из Нижних Лесковиц, когда он уже захлебывался в реке. И вот, когда он, по прибытии в Белград, схоронил брата, умершего от дизентерией, и в результате заразился сам. После трех дней пребывания в больнице врач заявил, что состояние его таково, что остается уповать только на Бога. Доктор Никола Велимирович отнесся к этому совершенно спокойно. Если моя служба нужна Господу, Он спасет меня. После шестинедельной жестокой болезни он полностью поправился. Прямо из больницы он отправился в метрополию и заявил, что хочет исполнить свой обет, принять постриг. Метрополит Дмитрий направил доктора Велимировича в ближайший монастырь, Раковицу, где после двухнедельного послушания он был пострижен 17 декабря 1909 года. При пострижении он получил монашеское имя Николай. 19 декабря доктор Николай рукополагается во иеродиакона, а 20 декабря становится иеромонахом. По Белграду давно шла молва, что доктор Велимирович обладает великим даром проповедника. Когда в столичной прессе появились сообщения о предстоящей проповеди иеромонаха Николая в Соборной Церкви, все высшее общество поспешило занять места еще с раннего утра. В день святого архидиакона Стефана в храме собралась вся белградская элита. Профессора, академики, генералы и даже сам король. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Не только могила, но и вся Вселенная не может вместить человека. Бог не скрывается от человека. Это грешный человек прячется от Бога, бежит от Создателя своего, пока совсем не позерять его из виду. Не имитировать государственное устройство, но исполнить его своим духом должна Церковь Христова. Собрание, среди которого были и рационалисты, и атеисты, внимало каждому слову проповедника, не скрывая своего восхищения. Для многих Слово Божие впервые прозвучало тогда во всем своем небесном величии. Великий проповедник явился миру. Когда король покинул храм, Николая окружили восторженные прихожане. Раздавались голоса, что место такого человека в митрополии. И чем скорее, тем лучше. По-видимому, подобные настроения повлияли и на решение митрополита Димитрия, когда он направил иеромонаха Николая на учебу в Россию, чтобы там оправославиться. Уже после первых академических дискуссий со студентами и профессорами, молодой сербский ученый и богослов стал известен и в Петербурге. Благодаря Санкт-Петербургскому митрополиту Николай получает возможность свободно путешествовать по России. Знакомство с великой страной, ее народом и святынями дало ему неизмеримо больше, чем пребывание в стенах академии. Под влиянием Достоевского и других русских религиозных мыслителей отец Николай начинает развивать идею всечеловека в противовес сверхчеловеку Ницше. Указом его королевского величества иеромонах Николай Велимирович назначается младшим преподавателем Святосавской духовной семинарии. Этой зарплаты тебе не хватит даже на то, чтобы сводить концы с концами, а не то, что выплатить долги. Перед этим назначением Богословский факультет университета в Берни вновь предложил доктору Велимировичу редактировать известное теологическое издание журнал «Revy International de Teologie», выходившее на трех языках. Насколько я понимаю, публикация проповедей – единственная возможность рассчитаться с долгами. По нашим сведениям, доктор Николай в скором времени возвратится на родину из России, куда выехал в начале этого года. Господин Николай Велимирович говорил позавчера в Соборной Церкви перед многочисленной публикой. Даже сегодня, когда со всех сторон раздаются хвалы в адрес этого господина, сей доктор богословия не закончил православный факультет. Пожалуй, нам придется чуть подробнее остановиться на данной личности и упомянуть и о прошлогодней рекламной рождественской проповеди и о его работе «Негуш и религия». Похвала чередуется с нападками. По отношению к нему никто не может остаться равнодушным. И так будет на протяжении всей жизни. Теперь из-под пера иеромонаха Николая выходят большие по объему труды, которые сперва печатаются в журналах из номера в номер, а затем издаются отдельными книгами. Религия Негуша. В глазах многих наших современников, как богатых, так и нищих духовно, религия подобна старинному замку. Черебристые выступы и островерхая кровь обточены и разрушены временем, чьи стены подмыты изъявят проломами, чеворотые двери покосились и попадались в петель, а пороги разбитые. Но религия, как и творческая мысль человека, не мертва, но жива. Она и сегодня столь же могуча и жизненна, как когда-то. Просто сегодня у нее иные пути и способы выражения, нежели прежде. Сенсация в нашей научно-философской и богословской литературе. Молодой преподаватель белградской семинарии вызывает не меньший интерес, чем легендарный цепинский владыка, пишет маститый литературный критик Йован Скерлич. Он солидаризируется с теми, кто выражает тревогу по поводу православия отца Николая. Очевидный талант иеромонаха Николая способен ослепить массы. И дурно повлиять на целое поколение, подменяя просвещенческую реальность идеями и верой в то, что эти идеи и любовь Божья и есть главный закон нашего мира. История сербской православной церкви, как одной из поместных церквей, на протяжении столетий разворачивалась на стыке Востока и Запада, православия и католицизма, христианства и ислама. Обращение сербских племен в христианство было долгим и сложным процессом. Однако со времен святых, равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия процесс сей протекал на Балканах с неуклонным успехом. После известного периода нестабильности, когда сербские правители еще колебались между Востоком и Западом, родоначальник династии Неманищей Стефан Неманя недвусмысленно сделал выбор в пользу православия. Сын Немани, Растко, получивший в монашестве имя Сава, стал первым архиепископом автокефальной сербской церкви. Трудами святого Савы возрастала и церковь, и народ сербский, на чью историю наложил неизгладимую печать сей великий святитель. При царе Душанесильном сербская церковь получила своего патриарха. А после порабощения Сербии турками, она, по сути, осталась единственной силой, хранящей национальную самобытность своего народа. Естественно, за время турецкого ига и общий уровень образования священства, и уровень чисто богословский заметно снизился. Поэтому освобождение народа, произошедшее в начале девятнадцатого столетия, церковь встретила главным образом в нравственном всеоружении, сохранив прежде всего заповеди Господней. Новое государство, строя жизнь общества по европейским образцам, признавало заслуги церкви в деле сохранения нации. Однако целое поколение интеллигентов, получивших образование на Западе, постепенно начинают отдаляться от родного православия, воспринимая церковь как консервативный балласт, мешающий всеобщей модернизации и сближению с западной демократией. В то же время трудно было ожидать, что вообще найдется такой человек, который сможет соединить древние основы православной духовности с насущными задачами современности и снова вывести сербскую нацию на ее исторический путь. «Быть человеком, пусть даже и великим человеком, мало. Будьте богами, говорит Священное Писание. Быть человеком – это программа минимум. Стать как боги – вот программа максимум». Николай продолжает изучать науки, философию, богословие, искусство. Он продолжает выступать с проповедями. Много пишет и активнейшим образом участвует в деле национального объединения. В Сараеве его встречают как уже признанного проповедника. Все повторяют его слова. Великая любовь боснийских сербов аннексировала всю Сербию, присоединив ее к Боснии. Едва закончилась служба божья, полицейский чин припровождает его на вокзал, чтобы выслать в Белград первым же поездом. На обратном пути в Зимуне его высадили из поезда и долго допрашивали. В 1912 году выходят его книги Ницше и Достоевский и «Подгорные проповеди». По словам современников, проповеди отца Николая действовали на душу человека, словно свет, внезапно озаривший темную комнату. Наконец-то появился проповедник, которого ждал XX век. Проповедь о великом имени известный сербский писатель Бронислав Нушич приводит в качестве образца в своей риторике. Бог! Одно это слово заключает в себе всю мою проповедь. Короткое слово, но какой сокровенный смысл, какая сила! Зимой 1912 года начинается Первая Балканская война. Сербия вместе с другими православными странами выступает за окончательное освобождение полуострова от Турецкого Ига. Хотя он и не подлежал мобилизации, отец Николай отказывается в пользу государства от своей зарплаты, преподавателя семинарий, и вместе с армией отправляется на фронт. Он не только ободряет и утешает народ в свой посреди ужасов войны, но сам лично, в качестве добровольца, санитара, оказывает помощь больным и раненым. ВОНИРУЮЩАЯ НЕЛЕГИ ВОНИРУЮЩАЯ НЕЛЕГИ ВОНИРУЮЩАЯ НЕЛЕГИ войн, созывается Святой архиерейский собор, его участники единодушно предлагают возвести отца Николая на пустующий престол епископа Нижской епархии. Ко всеобщему удивлению, Николай заявляет, что не может принять этот выбор как в силу своего понимания всей ответственности епископского служения, так и из-за нездоровой обстановки, сложившейся вокруг. 1914 год. Выходит новая книга его проповедей, относящихся ко времени Балканских войн, озаглавленная «Превыше греха и смерти». Есть там и такие слова «Ничто на свете не делает человека столь ничтожным, как страх смерти». Книга появилась в продаже непосредственно накануне Первой мировой войны. Европейская цивилизация вступает в период тяжелого кризиса, а перед Сербией встает вопрос о выживании. В первый же день мобилизации иеромонах Николай прибывает в Белград из монастыря Калинич и предоставляет себя в полное распоряжение военного командования. Он направляется в район Ады Циганлии, на самую передовую. Отец Николай ободряет солдат как словами, так и личным примером, не покидая свою паству даже тогда, когда вокруг рвутся вражеские снаряды. Первое австро-венгерское наступление захлебнулось. Поражение противника позволило отцу Николаю вернуться в Калинич. Ранний подъем, утренняя, прогулка по лесу, что раскинулся над монастырем. Беседа со столетними буками. И работа, работа за письменным столом. Это каменное кружево с монастырской стены станет впоследствии ее оберегом, отличительным знаком всех его книг. Небывалые успехи в начале войны привлекли к маленькой балканской стране внимание всей Европы. Когда на помощь Австро-Венгрии пришла Германия, для Сербии настали черные дни. Реальной помощи от Англии и Франции не было. В апреле 1915 года глава сербского правительства Никола Пашич призывает отца Николая в Ниж, чтобы потом послать его в Англию с целью пропаганды в пользу Сербии и сербской борьбы. Мы так решили, и король, и правительство, что ты отправишься в Лондон. Скажи им, скажи, что когда на море буря даже большое судно захлёстывает волны, а тем более малый чёрн, прочно привязанный к нему. Скажи, что мы наш малый чёрн привязали к большому британскому кораблю. А что ещё им сказать? Пашич был, как всегда, лаконичен. Скажи, что на душу ляжет Николай. Как придворный священник короля Петра, отец Николай отправляется первым делом в Париж. В Лондоне, где он практически никого не знает, он решается начать не где-нибудь, а прямо в гайдпарке. И не с речи, а с игры на свирели, который выучился ещё с детства, пася овец в родном леличи. Люди собирались вокруг, спрашивая друг друга, что это за необычный священник, и что это за удивительный инструмент, на котором он так прекрасно играет. И тогда отец Николай отверз уста. Это музыкальный инструмент, на котором играет в народе, о котором у вас пустили недобрую славу. Вам внушили, что сербы – народ царь и убийц. Обвиняют нас в том, что мы убили австрийского престола-наследника. Я хотел, чтобы вы знали о том, как наш князь Лазер в 1389 году вывел свою рать на косу поля, дабы заслонить с собою христианскую Европу и отдать свою жизнь за сохранение европейской цивилизации. Кстати, в ту пору нас, сербов, было столько же, сколько и вас, англичан. Сейчас нас в 10 раз меньше. Где остальные сербы? Пали, сражаясь за свою и вашу свободу. Пали, сражаясь за свою и вашу свободу. Владыка Николай любил свирель. Я как-то относил ему с акваяж. Там была только свирель, да еще пастущая дудка и ничего больше. Англиканские священники просят отца Николая выступить у них на приходе. Во второй половине июля 1915 года отец Николай прибывает в Америку. С первых же дней он приступает к делу, ради которого приехал. Где бы он ни выступал, всюду его речи, проповеди, иногда одно лишь его появление воодушевляли людей. Шаг за шагом разоблачает он самую изощренную ложь австро-венгерской пропаганды, чернящей его родную Сербию. «Будь у Рима такой патер, я бы дал за него всю землю, занимаемую Ватиканом», заявил председатель хорватской общины в Питтсбурге. Американские журналисты наперебой пишут о Сербии и ее борьбе с врагом. «Каков человек?» Несколькими фразами он перечеркнул целые тома австрийской писанины о сербах. В Чикаго даже Верховный Равин позднее скажет «Это величайший человек, какого мне довелось повстречать в моей жизни». Отзыв американцев из Канзас-Сити. «Три величайших мужа на свете. Это пророк Иеремия, Иоанн Креститель и Николай Велимирович». В конце войны известный американский ученый сербского происхождения Михаило Пупин, восторгаясь великим даром своего соотечественника, заявит «То, что в средние века сделал для нас в чужедальных землях святой Сава, сделал в наши дни отец Николай в англосаксонском мире». Жестокое время наступило для Сербии. Со всех сторон вторглись враги в ее пределы. Сербская армия вынуждена отступать через ледяные албанские перевалы. Голод и тиф довершили ее разгром. В конце 1915 года иеромонах Николай возвращается в Лондон. Огромные английские соборы не могли вместить всех желающих услышать его выступление. Войти можно было только по заранее приобретенному билету. Отец Николай не знал усталости. Случалось, ему приходилось выступать по пять-шесть раз в день, причем в разных частях Лондона. Начальник оперативного отдела Верховного командования сербской армии генерал Милан Михайлович услышал от английского главнокомандующего буквально следующее. «Чего вы боитесь, когда за вас сражаются целых три армии? Одна – ваша собственная, вторая армия союзников, а третья – отец Николай?» Когда в 1916 году по случаю трехсотлетия со дня смерти Шекспира перед собранием наряду с Томасом Харди, Джоном Голсуорси, Робин Дранатом Тагором, Бергсоном, Роменом Роланом, Сантояной, Метерлинком, Синькевичем выступал и отец Николай. «Я не знаком с Шекспиром, я и не могу его знать, но он знает меня, ибо писал и изобразил все тайны моей души, так что, читая его, я нахожу в нем самого себя». Накануне Видовдана, то есть в преддверии 28 июня 1916 года, архиепископ Кентерберийский обратился с призывом ко всем церквам прославить этот день как День Сербии. Иеромонах Николай был первым неангликанским священником, говорившим в соборе святого Павла в Лондоне. Понесшая огромные потери, усталая и измученная сербская армия после передышки на Корфу и перегруппировки сил продолжила боевые действия уже на Солуньском фронте. Славные победы и героизм, проявленный сербскими воинами при прорыве в 1918 году Солунского фронта, снискали им признание во всем мире, а Сербии принесли долгожданную свободу. Австрийские сербы и другие южные славяне, бывшие подданные Австро-Венгрии, образовали единую державу с Сербией и Черногорией. В период Первой мировой войны в Лондоне, помимо отца Николая, находились с аналогичной целью и другие известные сербские интеллектуалы. Слободан Йованович, Йован Свич, Богдан и Павле Поповичи, Чедомир Миятович, Дмитрий Митринович. Небольшое, но могучее сербское лобби. Сотрудничество с Югославянским комитетом, контакты с другими представителями южнославянских народов, а также с видными деятелями из России, Чехии, Польши, общие ощущения трагического кризиса западной цивилизации, дискуссии о новых путях человечества и новом дыхании христианства, в частности, идеалистической, восторженный порыв Дмитрия Митриновича, все это оказало заметное влияние на Николая Велимировича, побудив его обратиться к собственному, довоенному опыту и соответствующим идеям. Еще в конце войны он пишет в Лондоне свой знаменитый труд «Глаголы о всечеловеке». Сверхчеловеку Ницше, как по рождению западной цивилизации, все больше и больше тяготеющей к тоталитаризму, он противопоставляет славянскую, средиземноморско-балканскую и восточно-православную мысль о всечеловеке. Скорбя о военных ужасах и зле, воцарившемся в мире, он, понимая всю невозможность построения земного рая, все же, подобно многим своим предшественникам, прежде всего русским мыслителям, мечтает о жизни, основанной на всечеловеческой любви и жертвенности. Умеевые безмолвствовать подобно Богу, вы бы пребывали в мире друг с другом, как и они. Если бы вы искали себя в них, а не их в себе, вы бы услышали, как они омывают ноги друг к другу. Божественный плеск отовсюду достиг вашего слуха. С Ганга, Ярдана, с Нилой Амазонки, отовсюду. Во всех водах, где вы стремитесь утопить друг друга, прикрываясь их именем, они омывают друг другу ноги. О, если бы вы омыли хотя бы уста! Глаголы о всечеловеке. Религиозно-поэтическое произведение с элементами древнеиндийской мифологии, главный герой которого – Ананда Вещеворон, выступает за всечеловеческое братство. Многие приветствовали эту книгу как одно из лучших достижений национального гения. Николай понимает, что Бога-человек Христос не может быть заслонен абстрактным общечеловеком, не может быть вытеснен некой заботой о судьбе разобщенного человечества. Авторитет В Версале собрались представители ведущих мировых держав, но представителей божьих не было Версалия. И как нам тогда доверять этому миру? Не согрешили ли люди перед Богом, когда они призвали Его узаконить всеми своей печатью? Не согрешила ли и гордая Британия, христианская страна, тем, что не призвала Бога встать на свою сторону, когда победа была достигнута? Так говорил отец Николай во время одной своей проповеди в Англии, уже после заключения Версальского мира. Среди слушателей воцарилась тишина. Николай же, выждав долгую паузу, воскликнул. На колени, Великая Британия! На колени! И моли Бога, что Он простил тебя за то, что не призвала ты Его утвердить мир, который ты продиктовала побежденным. Все упали на колени, и отец Николай закончил свою речь словами молитвы. С самого начала можно было почувствовать духовное величие владыки Николая, равно как и православной сербской традиции в целом. Люди ясно видели его достоинства, а следовательно, и достоинства церкви, которую он представлял. Тот факт, что он умел установить дружеские отношения с весьма влиятельными людьми, свидетельствует то, что открылись реальные возможности, углубление диалога между христианами и поиска путей, на которых мы, друг через друга, могли бы послужить Христу. И в этом смысле я владыка Николай является, безусловно, вдохновляющим началом. Поэтому мы обратились к его имени, связав его с фондом, посредством которого пытаемся обеспечить стипендии, дабы помочь людям, желающих продолжить свое образование у нас в стране и избранным для этой цели сербской православной церковью. В знак признания его совокупных трудов на английской земле архиепископ Кентерберийский и ряд других влиятельных британцев награждают его специальной грамотой и наперстным крестом. Друзья, которых вы приобрели за время вашего пребывания в Англии, не могут отпустить вас с невручимым всего видимого знака своего уважения и любви. С великой радостью слушали мы вашу проповедь того самого Евангелия, что обращено ко всему человечеству, исходя от единого искупителя Господа нашего Иисуса Христа. Пока отец Николай еще находился в Англии, Святой Архиорейский собор сербской православной церкви избрал его в марте 1919 года эпископом Жичской епархии. Прибыв в Сербию, Николай благодарит за оказанную честь, но снова отказывается принять эпископский сан. Председатель правительства Стоян Протич, другие влиятельные люди, пытаются убедить доктора Николая. Да, да, братья и государи мои, по-вашему, стоит только Николаю стать владыкой, как все пойдет, как по маслу. Между тем, о других более насущенных и более важных вещах мы не говорим ни слова. То, о чем надо думать и над чем сейчас надо работать, словно бы и не столь важно, лишь бы не пустовало место, освободившееся после смерти одного епископа. Наконец, после нескольких уступок, сделанных Николаю лично митрополитом, иеромонах Николай Велимирович вынужден принять эпископский сан. Свершилось одно из знаменательнейших событий новейшей истории нашей церкви. 5 мая, 18-го по нему стилю, в соборной церкви рукоположен епископа Жичского доктор Николай Велимирович. 20 июня новый епископ Жичский доктор Николай Велимирович прибыл в Чачак. Масса народа собралась тот день у моста через Мураву, ожидая его приезда. В 1920 году объединенная сербская православная церковь в новом государстве, королевстве сербов, хорватов и словенцев, снова обретает утраченный было статус патриархата. В конце того же года собор освобождает Николая от должности епископа Жичского и переводит его в Охрид. Архиерейский собор и патриарх Дмитрий ставят перед ним задачу восстановления во всей полноте церковной жизни и привлечения к вере народа в небольшой отдаленной епархии, где насчитывается около 30 полуврамотных священников. Негритянская колония в Нью-Йорке упросила владыку выступить с проповедью в своем приходском храме апостола Филиппа. Перед службой 40 негритянских школьников вошло в церковь с сербскими и американскими флагами, что было с воодушевлением воспринято всеми собравшимися. Блиствательная речь завершилась с православным гимном Божьей правды исполненный под музыку полутора тысячных хоран. Николай по-прежнему много путешествует. Он проводит большую работу по организации сербской церкви в Америке, выступает с лекциями, посещает Англию. Он готов отказаться от высокого сана епископа ради более интенсивной миссионерской деятельности. Но священоначалье решает иначе. И владыка, смиренно повинуясь, возвращается в Охрид. Почти все, кто знал его раньше, утверждают, что в жизни владыки произошла разительная перемена. Из ученого религиозного мыслителя светского типа, человека действия, стремившегося увидеть результаты своих трудов и установить разумный диалог с духовными запросами современного общества к вящей пользе Оного, он превращается в аскета и молитвенника, строжайшего исполнителя монашеского правила Охридского пустынника. Будья горным потоком, я бы не думал о превратностях пути, но лишь об озенной кладе, что меня ожидает. Поистине страшна пропасть тех, кто возлюбил события, увлекающих в бездну. Матя Небесная, любовь моя единственная, освободи меня от рабствования событиям и учни мне рабом своим. В иноческом уединении с Господом Жичский и Охридский владыка живет в задушбинах царей и святителей скромно и неприхотливо. Весь свой век, проведя в бедности посреди столь же бедного народа, он нес людям Божьим, живущего в себе Бога. Кто-то восторгался его монашеской жизнью, кто-то упражнялся в новых нападках на святителя. В 1922 году выходит книга «Молитвы на озере». «Благослови врагов моих, Господи. Я также благословляю и не клюну их. Враги усерднее толкают меня к твоей объятия, нежели друзья. Друзья привязывали меня к земле. Враги разрешали оттус, разрушая все мои надежды на мир сей. Они учлили меня странникам в царствах земных и лишним на земле. Подобно тому, как преследованный охотником зверь скорее найдет надежное убивище, чем непреследуемый, я, будучи гоним врагами, обрел надежнейшее пристынище, укрывшее в сине шатра твоего, где ни друзьям, ни врагам не дону погубить мою душу. Благослови врагов моих, Господи. Я также благословляю и не кляну их. Враги научили меня тому, что мало кто знает. У человека в этом мире нет врагов ни его самого. и не его свету извинься. Благослови ПЕСНЯ Когда выдавалось время, свободное от поездок по епархии и литературного труда, владыка бродил по улицам Охрида, гулял на берегу озера. Рассказывают, что в тех прогулках его сопровождали вороны. Он кормил их и называл мудрыми птицами. Один ворон постоянно бежал за ним в припрыжку. Как будто Ананда, вещий ворон, своим символическим присутствием, взыскующий от наставника и учителя нового сокровенного знания. Владыку в его скромном охридском жилище посещали гости не только из Сербии, но и со всех концов света. От шумадийских крестьян до членов английских аристократических семейств и знаменитого индийского писателя Раминдраната Тагора. Последнего связывала с владыкой многолетняя дружба. Будучи знатоком восточной культуры и философии, владыка однажды пригласил Тагора выступить с лекцией в Белграде на Куларце. В Охриде владыку Николая навещала и королевская чета. Отношения владыки с королем Александром прошли несколько этапов. Власть есть великое искушение, немного таких, кто способен противостоять ему. Способны лишь те, кто знает, что они суть рабы твои и подножие ног твоих. Всякий человек немоверно слаб, Господи, и готов предаться самолюбию и гордыни. А гордыня сгубила даже многих ангелов, куда уж людям. Ради любви твоей к народам твоим, о Создатель, исполни предводителей народных страхом суда твоего. Когда в январе 1929 года король ввел режим личной власти, владыка стремился помочь ему советами в различных ситуациях. Сербская церковь пережила уже не одну державу. Она существовала и раньше, существует и сейчас в государстве Югославия, которое, опять же, не более чем государство, то есть явление приходящее, тогда как церковь вечно наставлял он монарха. Охрид хранит память и об одном забавном эпизоде. Скромная резиденция владыки Николая на самом берегу озера. Во время обеда повар-душку приносит специально для короля молочного поросенка килограмма, так, на полтора-два. Владыка выхватывает у него поднос, и поросенок летит в окно и плюхается прямо в озеро. «Мало вам отборной окридской рыбы, так вы хотите, чтобы православный государь оскоромился в постный день?» Король, естественно, в восторге. Поросенок ускальтнул прямо из-под носа. Обед заканчивали уже без тостов, в обстановке несколько напряженной. Владыка Николай не был обделен чувством юмора и умел использовать сие качества как при общении с людьми, так и в некоторых своих проповедях, дабы добиться большей убедительности силы воздействия. Однако для современников он был прежде всего исключительной и таинственной личностью. Слободан Иванович, известный сербский юрист, историк и политик, так писал о владыке Николае. «Именно это таинственное и непостижимое в нем привлекало людей, и не случайно. Сия тайная сторона его существа являлась признаком глубочайшей духовной силы, кою мы и не в состоянии понять до конца. То, что можно наблюдать только у поистине великих людей». У меня был дифтерит. Я тогда училась в третьем классе. И я, и сестра. Тогда дифтерит свирепствовала. Чуть ли не половина детей умирала. Он вошел в комнату и дал мне маленькую иконку Святой Горы. И сказал, все, мол, хорошо, выздоровеешь. И благословил меня. И когда он вышел, словно Дух Святой, как будто и вошел и вышел с ним вместе. Он имел в себе... Ну, не знаю, как это описать. Народ в Охриде его очень любил и уважал. Его так прямо и называли – дедушка-владыка. Когда он шел по улице, ремесленники бросали работу и спешили подойти к нему под благословение. В составе церковной миссии владыка Николай отправляется на Афон, в Константинополь, затем снова в Америку и в Англию. В 1925 году вместе с патриархом и другими архиереями, а также королевской четой, владыка Николай участвует в переносе праха Негоша в восстановленную часовню святого Петра на вершине Ловчина. Речь автора знаменитой книги «Религия Негоша» произвела незабываемое впечатление на всех присутствующих. Владыка Николай ясно показал связь между величием Негоша и исконным достоинством его родной Черногории, подарившей сербскому роду многих великих мужей. Черногорцы были в восторге. Владыка же, предупреждая паству, сказал, что в преддверии надвигающихся испытаний должно соединить шумодийскую удаль с черногорской твердостью, отвагу с мудростью. После смерти патриарха Димитрия новым патриархом сербским был избран Варнава, хотя многие ожидали, что выбор будет сделан в пользу владыки Николая. Ахридская и битльская эпархии были объединены, и владыка стал во главе вновь образованной эпархии с резиденцией в Битале, где еще раньше он вместе с митрополитом, скоплянским Иосифом, открыл семинарию. Теперь он открывает в городе бесплатную столовую для неимущих, основывает приют для сирот, Багдай, куда наведывается практически ежедневно. Стены битльской семинарии запомнят многих православных святителей и известных богословов. В свободное время владыка посвящал молитве и литературным трудам. Спал он очень мало. В период его пребывания в Южной Сербии, нынешней Македонии, одна за другой выходят новые книги. «Мысли о добре и зле», «Гамилии», «Объемнейший Ахридский пролог», «Миссионерские письма», «Религии и интеллигенции», сборник песнопений «Духовная лира», затем «Война и Библия», «Символы и сигналы», «Номология», «Царский завет». И на всех книгах «Каменное кружево Искаленича», с которым связано так много дорогих сердцу воспоминаний. В Охриде и Битуле владыка много делал для восстановления знаменитых древних монастырей. Тогда же, будучи епископом Охридским, он начал строительство церкви в родном Леличе. «Встрой, если есть на это деньги», так, говорят, сказал ему родной отец Драгомир, когда Николай сообщил ему свое решение. «Мне помогут крестьяне», ответствовал владыка. «На Бога надейся, но и сам не плашай. Не заставляй меня продавать последний клочок земли, чтобы выплатить твои долги». По правде сказать, владыка и в самом деле не вел счет деньгам. Когда он отправлялся из Охрида с полной суммой, собранной на строительство церкви за счет своих гонораров, поступавших даже из-за рубежа, а также пожертвований восторженных почитателей, то по дороге щедро раздавал деньги всем нуждающимся и просителям. Так что люди, его сопровождавшие, каждый раз пребывали в тревоге. Останется ли что на храм? В 1929 году Лиличская церковь, тем не менее, была достроена. Вот комната, а вот и кровать владыки Николая, на которой он отдыхал, когда приезжал в Лилич. Возвращение в Жичскую епархию с 1934 года в качестве администратора, а в 1936 вновь избирается эпископом ключевой епархии святителя Савы. 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 Это стихийное движение получила своего духовника. Духовное руководство богомольческим движением принял на себя владыка Николай. В Жичи часто проходили собрания, проходили соборы богомольцев. А каждое воскресенье церковь полна народа, приходили люди из окрестных сел. После литургии перед храмом пели духовные песнопения. Владыка всегда служил и говорил проповедь, так, как только он один мог сказать. За 20 лет богомольческое движение возрослось до нескольких сот тысяч человек. Ежегодно собирались соборы богомольцев. Самым желанным гостем на них неизменно был владыка Николай. Я хорошо помню тот большой собор в Жичи в 1938 году. Это был самый большой богомольческий собор. Тогда собралось до ста тысяч человек, если не больше. Вот сколько народу было. Люди собрались из всех краев, буквально-то всюду. Были и из Воеводины, и из Старой Сербии, из Македонии даже, и, конечно же, из Черногории. Одних только ораторов-проповедников было больше 50, может быть, их 100 человек было. День и ночь, изнуряя себя добровольным постом, босые толпами шли селяне и их селянки, чтобы только достичь Жичи, помолиться вместе со своим владыкой и взять у него благословение. Удивительные вещи они рассказывали, как они шли, как отзывалось их слово в народе. Сохранились и записи. Не всегда их встречали по-доброму. Случалось и гнали. Что ж, пойдем дальше, говорили они. И шли от одного села к другому, под дождем и снегом. «Не отвергай их и не бросай в них камень, можешь попасть в Христа», – говорил про богомольцев владыка Николай. После Второй мировой войны, во времена коммунистической диктатуры, прежние богомольцы и их дети много сделали для сохранения православия на сербской земле. Из их рядов вышло большинство новых священников и монахов. В 1934 году в Марселе было совершено покушение на короля Александра. После гибели монарха еще больше усилились сепаратистские настроения в Хорватии. В 1937 году правительство Милана Стоядиновича намеревается заключить конкордат с римско-католической церковью. Православная церковь решительно высказывается против любых привилегий Ватикану в Королевстве Югославия. В этой борьбе, наряду с патриархом Варнавой, активнейшую роль играет владыка Николай. Помню, как владыка Николай, мы его называли дедушкой, держал речь, выступая против конкордата. Он стоял в окружении наших крестьян, говорил с ними, все слушали. Я тоже примасился с краю. Я тогда был еще мальчишкой. В Белграде полиция с дубинками обрушилась на крестный ход. Среди пострадавших был и епископ Шабацкий. Полиция тогда окружила нас со всех сторон, и когда машина тронулась, они стали стрелять. Мы все заметили. Тогда было не до шуток. Я знаю, они стреляли и по крестному ходу. В самый разгар борьбы вокруг конкордата, при так и невыясненных до конца обстоятельствах, умирает патриарх Варнава. По некоторым сведениям, он был отравлен. Новым патриархом избирают черногорского митрополита Гавриила Дожича. Вопрос о конкордате так и не был вынесен на утверждение Сената. Но напряженная обстановка в стране сохранилась. Владыка Николай. Я его помню. Я уже была девушка, ходила в церковь. Помню, он сидит на стульчике, а люди его окружили сплошной стеной, и он им говорит, что надо делать. Он говорил, что будет война. Темные грозовые тучи сгущаются над Европой. Правительство Цветковича Мачека подписывает протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту, что вызывает массовый протест в стране. Могу вам точно сказать, когда был подписан протокол о присоединении к Тройственному пакту, из дворца пришла за ним машина, и он тотчас уехал. Это они с патриархом Гаврилом разорвали договор и возвели на престол короля. Когда немцы оккупировали Югославию, владыка Николай был заключен под домашний арест в монастырь Жича, а затем в Любовскину. А после этого, когда началась война, и он был в заключении, тогда у меня уже не было возможности с ним видеться. Николай пытался помочь людям, когда произошла эта трагедия в Кралеве и в Крушевце. Из-за этого его самого тогда постоянно возили на допросы. Горе, обрушившееся на сербский народ, оставило в сердце владыки незаживающую рану. Резко ухудшилось здоровье, но на допросах он всегда стоял, хотя немецкие офицеры предлагали ему сесть. В окрестностях Любовскине действуют четнические и партизанские отряды. В монастыре владыку навещают священники и монахи, что вызывает подозрения у немцев, и они усиливают караулы. Когда сестры выходят и входят в кельи с зажженными свечами, часовые решают, что речь идет о тайной сигнализации. Однако обыск в монастыре не дает никаких результатов. Не удалось обнаружить даже мать и дочь из еврейской семьи Нойхаус, которых владыка прятал здесь с подложными документами. Моей маме владыка Николай принес одежду монахини, а меня посадил в мешок и прикрыл другим, а сверху еще положил разные продукты. Он так сидел, а мешок лежал у него в ногах, еще был прикрыт полной рясой. Так мы ехали в великом страхе через немецкое цепление. На мосту по дороге из Терстенека в Любовстене солдат его откликнул и спросил, куда он направляется. Он ответил, что ездил за продуктами. Ему повезло, что он заговорил с этим немцем по-немецки. Нас пропустили, и мы были спасены. Потом он передал нас игуменье монастыря. Мы провели там 18 месяцев. Хотя мать и дочь Нойхаус обнаружить не удалось, немцы снова вызвали владыку в Крушевоц. Кто знает, чем бы все это закончилось, если бы иеромонах Василий не привез бы из Битоля вот уже воистину неисповедимый пути Господни. Наградный лист, полученный владыкой еще в 1935 году, лично от Гитлера. Завосстановленное немецкое военное кладбище времен Первой мировой войны. Тогда допрашивавший владыку генерал распорядился отпустить его обратно в Любовстеню. Только тот ненавидит врагов, кто не знает, что враги на самом деле не враги, но суровые друзья. Поистине мне трудно сказать, кто сделал мне больше добра и кто больше зла в этом мире – друзья или враги. Поэтому благослови Господи и друзей, и врагов моих. Во время боев за Кралево и под Кралево шесть немецких самолетов подвергли бомбардировке монастырь Жичу. Храм взял огромным провалом. Все постройки были сожжены. Для владыки это явилось тяжелым ударом. Ведь до войны он вложил столько любви и сил в восстановление Жичи. В этот период он особенно много пишет. Верные чада едва успевают обеспечить его бумагой, достать которую становится непросто. Не смешивайте поражение армии с гибелью народа. Не ставьте знак равенства между гибелью государства и всеобщей погибелью. Государства для того и даются народам, чтобы было чем пожертвовать ради спасения народной души. На рассвете 3 декабря 1942 года немецкие солдаты окружили любостыню со всех сторон. Они вошли в монастырь прямо во время богослужения и забрали владыку Николая, его племянника Йована и иеромонаха Василия. Их повезли в монастырь Войловицу под Панчево. Там владыку ожидал настоящий тюремный режим. Без права посещений, без разрешения покидать подворье, превращенное в место заключения. Только в воскресенье и по большим праздникам узников допускали в монастырский храм и позволяли служить литургию. Владыка вместе с иеромонахом Василием берется за исправление перевода Нового Завета, сделанного Вуком Караджичем. Когда однажды во время обхода заключенных немецкий офицер предложил ему выйти на прогулку, Николай, с каждым днем ощущавший все большую слабость в ногах, ответил так. Выйдя на прогулку после такого перерыва, я бы от радости стал носиться как угорелый, так что ваши часовые приняли бы это за попытку к бегству и застрелили бы меня безо всякой вины. Чувство юмора не покидало владыку в самые тяжелые минуты. Когда его увозили в Войловицу, владыка Николай подшучивал над своими конвоирами, над тем, что его старца сопровождает 14 грузовиков, набитых солдатами. «Вы бы могли сэкономить немало бензина», сказал он тогда. Вскоре в Войловицу был доставлен и патриарх Гавриил. В сентябре 1944 года немцы отправили владыку Николая и патриарха в концлагерь Дахау в товарных вагонах. Велики были страдания сербского народа в годы Второй мировой войны. Массовые казни, есеновац, огромные жертвы, понесенные в борьбе с оккупантами, хорватскими и мусульманскими усташами, а также в гражданской войне. А два высших иерарха сербской церкви томились в концлагере Дахау. Оба уже в преклонных летах, больные и измученные, они делили участь прочих узников. Вскоре их перевели в тюремный лазарет. В конце концов, многочисленные ходатайства увенчались успехом. Они покидают лагерь и под конвоем отправляются на лечение в Баварию, а затем в Вену. Немцы не оставляют надежды использовать их в своих политических целях, в частности, против югославских партизан. Но все безуспешно. Разгром Третьего рейха и приход к власти коммунистов в Югославии застают их в Тироле, где их освобождает 22-я американская дивизия генерала Коллинза. Многие сербы не решаются возвращаться на родину, где установилась коммунистическая диктатура. Часть из них была подло выдана англичанами титовским партизанам. В это время владыка Николай и патриарх Гаврил прибывают в Англию. Оттуда патриарх добровольно возвращается на родину, а владыка Николай избирает тернистый путь эмиграции. В 1946 году с сильно подорванным здоровьем он прибывает в Америку. Все дальше от родной Сербии, пребывающей в липких объятиях идеологии братства и единства и всеобщего равенства. Бог не есть Бог равенства, но Бог любви. Равенство отменило бы всю правду и всю любовь, отменило бы нравственность. А правда и справедливость вырастают на могиле любви, а равенство на могиле справедливости. Загляните в самих себя и увидите, что в сущности вы никогда и не желали равенства. То, чего вы хотите, это не уравнивание всех, но возведение малых и слабых до уровня великих и сильных. Но не имея силы поднять первых, вы свергаетесь сильных и великих с их высоты, так что они оказываются среди малых и слабых. Когда в доме пожар, его не тушат изнутри. Эти его слова в какой-то мере объясняют позицию многих сербских эмигрантов. В первый же год прибытия в Америку владыке Николаю, еще не успевшему преодолеть все бюрократические препоны при оформлении вида на жительство, присуждается степень доктора богословия Колумбийского университета. Епископ сербской церкви резиденция находится в Ухриде и в Жичи, известный своей праведностью и милосердием, всегда помогавший всем бедным, и несчастным людям на своей многострадальной родине. Великий ученый, великий проповедник и прежде всего, человек великой нравственной силой. В 51-м марте мы выехали в Америку после пяти лет лагерей. И в том же году Навидовдан нас навестил владыка. Мы приехали в марте, а он к нам в июне, в день Косовской битвы. Он служил в храме у отца Душина, моего супруга, а потом произнес проповедь. И бессядил ей. В 1952 году, когда святой владыка Николай приезжал освящать эту церковь, я был еще молодым человеком. Тогда собралось около четырех тысяч наших сербов. Можно сказать, все пришли. Была и пресса. Потом они опубликовали его речь. Он часть проповедей произнес на английском. Тогда это было огромное событие. Тогда сербы еще были. Нас еще не сбегали, но считалось правилом хорошего тона. Да. Дочка моя взяла все владыкино и повесила себе на шею. И по ногею, и крест, боже мой. Я скорее к ней схватила. А он... Нет, нет, не трогай ее. Она еще маленькая девочка. Вот как нарядилась. Она у нас и должна быть нарядная. Так он пошутить бывало и уйдет к себе в комнату. Там у него был стул. Он там до самого утра все писал. А вот телевизор не любил. Не только православные христиане, но и другие конфессии в Америке считают владыку Николая апостолом и миссионером Нового Света. Разные группы, вечно спорящих друг с другом сербов, оспаривают друг у друга владыку, только бы привлечь его на свою сторону. Ой, раздор и зависть, порождение пекла! Где бы вы б жили, не будь на свете серба? Пропел как-то старый приятель владыки еще с довоенных времен, дядюшка Стеван Толич. Сейчас еще хуже. Господи, Боже, милостивый, прости нам серым грехи наши. Верни нам свободу и дай нам силы, чтобы на свободе прославить тебя, как никогда и никто. Аминь. В Америке владыка Николай продолжает миссионерскую, проповедническую и литературную деятельность. Но потом и отчасти из-за конфликта с епископом сербской церкви в Америке Дионисием удаляется в русский монастырь святого Тихона. Там он преподает в духовных семинарии, потом становится ее ректором. Он в щелках никогда не щегонял, был очень скромен. Один костюм, одна ряса. Ни дипломата, ни чемодана, ничего такого не было. Он поддерживает связь с соотечественниками на родине, отвечает на письма, ободряет, поучает, посылает помощь. Своим племянникам Йовану и Теосову он пишет. Я не могу жить и молчать. На родине мне этого не позволят, а для тюрьмы я уже слишком стар. Многие в Сербии о нем уже позабыли, но коммунисты продолжают именовать его изменником и врагом народа. Гражданства социалистической Югославии он был лишен с первых дней. Его книги читают тайком. Милован Джилас, высокий партийный функционер, стремясь очистить сербскую культуру, в 1952 году так пишет о владыке. Жуткая, фанатичная личность распутинского типа. Прокоммунистическое объединение православных священников, созданное властями, разоблачает владыку Николая как агента и предателя родины. Один из немногих людей в Сербии, кто не боялся демонстрировать свое уважение и любовь к владыке Николаю, был архимандрит Юстин Попович. И сам, находясь в изоляции, хотя и на родине, в монастыре Челие, где начинал учиться владыка Николай, для него владыка также был величайшим сербом после святого Савы. Опустили сербский монастырь, и перед каждым из них распят святой Сава. Со скобью и булю смотрит он на своих потомков, на свою несчастную погибающую паству. Владыка пишет и проповедует до последнего часа своей земной жизни. К сожалению, мало сохранилось подобных записей. Слова Господа и Спаса нашего Иисуса Христа всегда актуальны. Они никогда не устаревают, подобно тому, как Сам Он вечно молод и никогда не стареет, всегда грядет впереди нас. Глаголы Его полны смысла и служат руководством к действию по сей день в нашей современной жизни. Каким бы современным, цивилизованным, примитивным или отсталым ни был этот свет, Христос необходим всем. Он всегда современен, а посему не бойтесь убивающих тела, души бы убить не могут. В воскресенье утром 18 марта 1956 года в монастыре Святого Тихона в Саут-Кеноне, штат Пенсильвания, во время молитвы перед Божественной Литургией Владыка Николай мирно отошел к Господу. Весь мир простился с великой личностью. Хочу претитировать замечательные слова Владыки Николая из его работы «Жизнь Святого Саввы». Смерть одного члена семьи — потеря для всей семьи. Смерть короля или национального героя — утрата для всего народа. Но смерть святителя — это утрата для многих народов и даже для всего мира. «Ибо истинный святитель подобен свежему воздуху небесному для слабых душ людских». Когда весть о его кончине достигла Белграда, разом зазвонили колокола всех столичных храмов. По всей Сербии раздавался колокольный звон. Церковь в Сербии выдержала все гонения и выстояла, как некогда раннехристианская церковь на заре своей истории. Помимо отца Иустина, возносившего молитвы новому сербскому святителю во время знаменитых ежегодных панихид в Леличе, память его отмечают и новые эпископы. «В народе почитание многих святителей начинается еще при их жизни. Так произошло и со святым владыкой Николаем. После же его блаженной кончины почитание это только усилилось, что было совершенно естественно». Сербская диаспора помогает издавать книги владыки Николая. Святой владыка Николай, безусловно, одна из самых ярких звезд на небосклоне сербской истории. Блаженопочивший протеерии Милисов Протыч во 40 лет собирал труды владыки, желая издать их 40-летие его священнического служения. Осуществить это так и не удалось, но он продолжал ревниво оберегать собранное. С приходом в нашу страну атеизма владыка Николай, как религиозный мыслитель, стал неугодной персоной. Его произведения были под запретом, поэтому отец Милисав вынужден был их прятать. Когда я был избран епископом западноевропейским, он мне сказал, «Владыка, вы поедете на Запад, я дам вам все, что мне удалось собрать из труда владыки Николая. Опубликуйте это там». Я брал с собой понемногу, чтобы не обнаружили на границе и не отобрали. Когда была вывезена почти половина рукописей, отец Милисав сильно заболел. И вот он зовет меня и говорит, «Не дай Бог, что случится со мной. Знаете, я все его вещи храню в трех экземплярах. Один замуролан здесь в стене, у меня в спальне, за шкафом. Другой хранится на колкольной церкви в Мирьеве, а третий – в монастыре в Вуен. И если они найдут и уничтожат один, вы знаете, где находятся другие». Хотя в Сербии по-прежнему продолжается травля владыки Николая, организованной атеистами, владыку называют еретиком, реакционером, врагом народа, английским или немецким шпионом, смотря по обстоятельствам. В народе лишь крепнет любовь к нему, растет осознание его святости. Еще при жизни народ считал владыку Николая святителем. После же его упокоения почитание особенно усилилось. Сербы стали прославлять и призывать его в своих молитвах, особенно в Альовско-Шабадской епархии. Можно сказать, что первая канонизация владыки Николая у нас епархия одно время так прямо и говорили. Произошла 18 марта 1987 года в Шабадской соборной церкви. На литургии присутствовал племянник святителя, предсвященный владыка Иоанн, а служил тогда еще епископ в Иршатске, соответственно, Банадской Амфилохии. Во святой храм, наполненный православными рианами и священством, торжественно внесли икону святителя Николая, а служили первую службу. Мы по благословению епископа Жицкого, господина Стефана, еще до того, как он был официально вписан в диптихи святых в Сербской Православной Церкви, возжелали упоминать его святое имя на литургии во славу Божью. Наши побуждения были следующие. Мы имеем право и до официального признания прославить святителя, просеявшего во святых еще в порусе земной жизни. Здесь, во своей престольной жище и в граде королеве. Появляются и первые иконы и фрески с изображением святого владыки Николая. И вот приходим в нашу церковь свобор воскресения Христова и смотрим алтарь и там в него большая икона огромная словно огромная икона и думаешь Господи Боже вот он твой великий угодник А я сколько раз его запросто принимала в дому своем угощала обедом неужто возможно такое? Наконец в мае 1991 года святые мощи владыки Николая 35 лет пребывавшие до того в монастыре святого Савы в Либертвилле переносят в Сербию Множество сербов из Америки и Канады со слезами провожают святыню Мы с вами находимся на белградском аэродроме Сурчин где в 1991 году приземлился самолет доставившим на родину святые мощи нашего владыки Николая вернувшегося наконец на сербскую землю после долгого изгнания изгнанства из Америки где я живел и где се упокоил Он жил в Америке среди нас сербов словно святой пророк как живое воплощение святосавского учения и всего доброго и достойного что есть в нашем народе и в нашей святой вере православной Даже американцы называли его вторым Исаией и новым пророком святой церкви Христовой посреди нас В аэропорту Белграда его встречало всего несколько сотен людей Перед храмом святого Савы на Врачаре собралось около двух трех тысяч В Жиче чуть больше тысячи человек Но в родном Лиличе 12 мая встреча была величественной Собралось около 30 тысяч человек из всех краев Сербии Всякие кто побывал тогда в монастыре Лилич никогда не забудет этот день Прежде всего там собрался весь сербский народ Души всех почитателей Владыки Николая были исполнены великой любовью к нашему святому епископу славному сыну Валевского края Потрясающая и волнующая картина Колонны народа со всех сторон стекаются в Лилич Когда же мущи прибыли в монастырь все разом пали на колени что напомнило незабываемое мгновение встречи святых мощей благоверного князя Лазаря что незадолго до этого обошли всю сербскую землю В ту пору сербский народ стоял на пороге великих искушений Новая власть хотя и относилась по тактическим соображениям к церкви терпимо не слышала и не понимала смысла посланий с которыми еще много лет назад обращался к потомкам владыка Николай не слышали и не понимали их и многие сербы Югославия Югославия была создана наперекор Христу наперекор Святому Сави наперекор сербству наперекор славному прошлому сербского народа наперекор народной мудрости и чести наперекор народной святыням наперекор всему едва пойдет коммунизм как хорватам сразу доставят оружие а о чем думают сербополитики они думают что как и в 1918 году надо первым делом составить партийные списки забудьте эту нелепость пусть что один человек может исчастливить всю сербию всякий вождь если он стоит во главе крещеного народа но отвергает Христа а хочет при этом исчастливить свой народ ведет его не в землю обетованную но в землю недостижимую сио неминуемо и неизбежно укровники и насильники те кто в мою пору со страхом шествует сквозь тьму и уныние стали теперь вожди над вождями и князья над князьями воистину не будут они вкушать кори свое в мире но потратят ее на выкуп своих сродников будут сниться не те же обманутых и ограбленных и в ужасе и в холодном поту будут они пробуждаться они в ночи долгая будет их жизнь дабы дольше тянулась казней хуже будет народу их породившему чем народу еврейскому ибо имели пред собой пример народа еврейского и не извлекли урока будут слушать как проклинают их имя и не посмеют даже выглянуть в окно будут видеть народ в своих цепях ведомых кровниками и вострепещут сами и будут слышать во сне наяву проклятие имени своему и трепетать но не смогут умереть так народ грешник ветернодушно словно трава поднимается чтобы убить бога и выскользывает у него нож которым замахнулся он на бога и сам себя поражает он прямо в сердце естественно люди не любят слушать пророков нападки на владыку николая следуют со всех сторон едва кто-то в очередной раз узнают себя в его речах так было и с ветхозаветными пророками из бурного потока вдохновенных пророческих глаголов его современные оппоненты выхватывают несколько строк и вот уже обвинение готово николай велимирович реакционер антисемит можно смело сказать что куда большим антисемитом был пророк иеремия блаженный августин говорит что бог обладает древней но не увядающей красотой действительно обвенчавшись с модой приходящей модой единого обмановения вы быстро становитесь вдовцом или вдовицей едва лишь изменится порядок вещей поэтому крайне важно быть глубоко коренен древней традиции иначе любая перемена любая новая мода сдует вас подобно ветру традиция это живая вера включающая людей ушедших от нас зачастую почитаемой в целом свете нежели среди своих владыка николай давно известен не только в сербской но и в других поместных церквах как святитель хотя официально канонизация состоялась только в 2003 году дни памяти нового святителя установлены 18 марта в день его упокоения и 3 мая в день перенесения его честных мощей в сербию услыши господи молитву праведников твоих Савы и Немани за народ грешный спаси его ибо этот народ твой хотя и грешный святой Николай сербский недосягаемая величина духовный столб и опора вдохновеннейший сербский проповедник и богослов величайший церковный писатель и мыслитель всечеловек и более того святитель Николай сербский вернемся теперь к нашему изначальному вопросу кто же он человек сей и после всего быть может только он сам и сможет ответить на этот вопрос спрашиваю человека чувственного кто ты а он отвечает я это я имея ввиду свою плоть спрашиваю человека мыслящего кто ты а он отвечает двух незнакомцев вижу в себе и провевая сквозь сквозь них гостя ту одного ту другого имея ввиду инстинктивное и сознательное начало с души своей спрашивая духовного человека а ты кто и он отвечает есть кто-то на дне души моей пытаясь дотянуться до него и вижу что для этого понадобны руки длиннее вселенной спроси у него кто я и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон